Здравствуйте! Главная миссия филармонии – служение музыкальному искусству. Прошел год, как поморскую филармонию возглавила Вероника Яничек, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Совета по культуре и искусству при президенте Российской Федерации. Выполнима ли оказалась высокая миссия и какое место уготовано сегодня академическому музыкальному искусству? Об этих делах пойдет сегодня разговор с Вероникой Александровной. Здравствуйте, Вероника Александровна! Добрый вечер! Ну вот, прошел год в новой должности, все удалось осуществить? Ну, те планы, которые я ставила и задачи перед собой на этот год, я думаю, что они реализованы довольно полно. В первую очередь, когда я шла в филармонию работать по предложению Министерства культуры и губернатора нашей области, я, вспоминая себя в качестве зрителя, думала о том, что в первую очередь нужно заняться тем, чтобы в зале было уютно, красиво, чисто. И вся внутренняя обстановка соответствовала церкви Святой Екатерины XVIII века, выполненной в готическом стиле. И поэтому вот эти задумки, в общем, я думаю, что на 90% удалось осуществить, как театр начинается с вешалки, так филармония начинается с гардеробов. В гардеробе у нас стоят итальянские консоли, новые стойки для одежды и изменен бар. Ну, не хватило, правда, денег на стулья и на новые светильники, но мы вышли тут из положения. Стулья у нас были белые металлические, я решила их покрасить в бронзу, и когда начался процесс окрашивания, человек, который этим занимался, провел кистью по стулу, и я увидела, что это очень винтажный окрас. И мы в таком виде стулья и оставили, так что они теперь, в общем, довольно неплохо вписываются в общую картину. Но самое главное, что я считаю героическим поступком всего нашего административно-хозяйственного коллектива, филармонии, то, что нам удалось за короткий период, в летний период, сменить полностью обивку всех кресел камерного зала. А это 300 штук. Работали люди, абсолютные непрофессионалы, но этого не видно, потому что каждый стул делался как для собственного дома, очень аккуратно, очень точно. Мы сами закупили ткань, поролон, разобрали стулья, сделали выкройки. В общем, у нас было огромное производство, и сейчас зал обновленный, красивый и благоухающий, свежий, свежим воздухом. Как интересно, мне вообще очень любопытно слышать вот из уст, я знаю давно уже, да, Веронику Александровну, и все-таки я знаю, что это музыкант, что это тонко чувствующий человек такой, эстетического склада, и вдруг она о стульях, о баре. Дело в том, что помимо того, что я была музыкантом, я уже говорю об этом, к сожалению, в прошедшем времени, хотя нет, я внутри все равно музыкант, и вообще, как говорил Гоффман, люди делятся в принципе на музыкантов и не музыкантов, неважно, какое у них образование на самом деле. Вот, я же занималась административной работой 12 лет в школе музыкальной, и для меня этот опыт знаком и, в общем, достаточно интересен и важен, потому что зрители, конечно, должны чувствовать себя очень комфортно, уютно, и прекрасную музыку слушать в таком полуразвалившемся, недоделанном, не очень красивом месте, я считаю, это неправильно, поэтому мы приложили все усилия, чтобы ситуацию изменить, я очень рада. Я надеюсь, что публика это чувствует. Это форма, в которой должна наполняться, конечно, вот таким содержанием, это вообще классическая филармония, представление, это такой центр академической музыки, да? Но, однако же, вот вы на чем основываетесь, ваш выбор репертуара? Публика хочет разнообразия, но, тем не менее, мы хотим себя позиционировать как место, где звучит чисто классическая музыка, но ведь классика, она сейчас имеет довольно широкое понимание, потому что существует такое понятие, как классический джаз, и у нас довольно часто теперь проходят в камерном зале концерты джазовой музыки, мы очень хорошо, плодотворно сотрудничаем с продюсерским центром Тима Дорофеева, и в моих планах и мечтах вообще сделать какие-то концерты с черными, например, черная джазовая певица и наша белая прекрасная Лариса Ивановна, вот, и вообще я бы очень хотела, чтобы наши артисты как-то встраивались в гастрольные приезды наших гастролеров, в их концертные программы, потому что это и для наших артистов новое дыхание, новая школа и публика, которая приходит на гастролеров, в чем я хочу публику убедить, и вообще весь наш артистический состав, это когда люди видят, что наши артисты, они ничуть в профессиональном плане и в творческом, и в плане дарования, они ничуть не хуже, чем те, кто к нам приезжают, как мы их называем, звезды, и зарубежные, и московские, и питерские, и у нас такие проекты уже существуют, например, Гориборском, Очковым приезжали, это очень известный велончели с пианистом, они вообще считаются людьми мира уже, они пригласили в свою программу Ларису Ивановну Спиранову, и она, в общем, под впечатлением была довольно длительное время от того, что она почувствовала какие-то совершенно новые, интересные струны собственные прежде всего. Мне казалось, что это исключение, а оказывается, это у вас уже было задумано, да, проект? Это я хочу, чтобы это было в практике, это было традицией, потому что наши артисты на самом деле обладают огромными способностями, я сейчас не преувеличиваю, не говорю как директор, я говорю вот как раз сейчас, я говорю как музыкант, потому что вот, например, в августе я была в Мариинке на опера Набука, Мариинский театр ставил эту оперу в Эрде, и я сидела и понимала, что наши вокалисты ничуть не хуже и у наших мировой уровень и дарования, и выучки, и вообще позиционирования. Мариинский театр Как вы считаете, популяризовать классическую музыку, ну вот в разные, да, вы пробуете разные жанры, разные формы, разные вот проекты, и вы просто среди, ну, обыкновенных людей, да, которые, как иногда едешь в такси, и куда, в кирху, а где это? Бывает такое? До сих пор? Ну, вы знаете, на этот вопрос все реже дают такой ответ, который вы сейчас говорите, где это? Ну, если сказать камерный зал, может быть, это как-то исправит положение. Но я хочу сказать, что вообще сейчас такой период наступает у людей, когда хочется чего-то чистого, спокойного, светлого, настоящего, и именно это можно найти на наших концертах. Это как раз филармония. Это как раз филармония. Ведь эта музыка классическая музыка, она не только душевное здоровье дает, но и физическое, это же доказано. Молодежь-то это понимает? Молодежь это понимает, но я не скажу, что огромное рвение у молодежи приходить в камерный зал, но я думаю, что тенденция меняется, потому что мы все чаще видим у себя в зале больше людей молодого возраста, потому что, конечно, основная публика — это 50+. Но у нас очень популярны детские абонементы, и, как говорил Ян Каменский, великий педагог, что вся сила в семени, и если мы с молодых ногтей начнем детей приучать к музыке, к этому искусству классическому, то мы получим свои результаты. Я могу привести пример, я не голословна сейчас. Я однажды заглянула на один из абонементных концертов, дневной, и концерт назывался «Музыка и спорт». Довольно интересная тема, музыковеды наши как раз стараются привлечь тематикой и содержанием концерта, интерес детей к этим концертам. Закончился концерт, был диалог с залом у ведущей, и в конце концерта нужно было детям проголосовать за те инструменты, которые, на их взгляд, победили в этом состязании, в этом музыкальном ринге. Но ведущая так построила свой диалог с ними, что она, в принципе, ответила сама за них. Ну, дети покорно подняли руки, согласившись, как это обычно бывает. И концерт закончился, группа детей вышла из зала, а мы с Еленой Анатольевной, ведущей этого концерта, стали какие-то моменты обговаривать. И вдруг видим, что 20 человек детей во главе с их руководителем возвращаются обратно в зал, и их классный руководитель говорит, вы знаете, у нас тут, мы не можем домой уйти без того, что мы сейчас вам должны сказать. Это решение детей. Дети сказали, что все инструменты выступили достойно, и победивших нет. Вы знаете, я не думаю, что они действительно так почувствовали, и не потому что обидеть. Конечно, у детей это тоже важный фактор их эмоционального состояния, но тем не менее я поняла, что дети слушали музыку заинтересованно, с умом, с пониманием. То есть она нашла отклик в их душе, в их сердце, и поэтому они не смогли уйти, не сказав своего последнего слова. Меня этот очень диалог порадовал. Да, как вы считаете, сегодня филармония, как вот единица такая, учреждение культуры, может выживать самостоятельно? Концерты детские, новые формы, гастролеры? Дело в том, что как бы мы ни старались, как бы мы ни хотели выживать самостоятельно, и сейчас у нас установка надеяться на собственные средства, это невозможно в принципе. Потому что и зарубежный опыт показывает, что всегда есть либо немного государственной поддержки, либо меценатства, либо спонсоры. Но это часть культурной политики, когда мы должны все-таки надеяться на то, что государство нас поддержит. И уже все говорят о годе культуры, и то, что в год культуры много разных проектов, много разных интересных идей было воплощено. Но я думаю, что самое главное в том, что этот год культуры состоялся, и он подходит к концу, то, что власти на самом высоком уровне обратили на культуру наконец-то внимание, и громко заговорили о ней. И готовится документ уже готов. Вот в следующую среду на госсовете будет он декларироваться. Это основы культуры. Знаете, что Совет по культуре создавал этот документ. И вот на заседаниях Совета по культуре Владимир Владимирович, конечно, с большой теплотой и болью одновременно говорит о том, что он понимает, что недостаточно денег на культуру, но вот он надеется на тот потенциал великий, и на наш профессионализм, которым обладают люди, работающие в этой сфере, что все-таки мы сумеем это сохранить и развить. Это уже как вы, как член президентского совета по культуре и искусству говорите, да? Вот уже тоже год вот этой работы. Три года уже. Три года, три года, да, как вот быстро. И какое влияние вы можете вот оказать, как вам кажется, существенно как-то влияете на местную власть? Ну, я думаю, что я, во-первых, подсознательно влияю на местную власть. Я не могу сказать, что вообще влиять можно, когда у тебя есть большие деньги и очень большие идеи. Ну, любая идея ждет какого-то материального в любом случае воплощения. Но дело в том, что ведь на этом совете не решаются местечковые проблемы. Если мы говорим о проблемах, то это проблемы, касающиеся законодательства, проблемы, касающиеся идеологии и так далее и тому подобное. И там не рассматриваются узко какие-то сферы музыкальные дела, библиотечные, музейные. То есть, конечно, есть группы по направлениям, которые занимаются каждый из этих вопросов. Но все равно там идет разговор все-таки о глобальных вещах. И, ну, я думаю, что определенный вес от того, что у меня эта должность есть, хотя я не чувствую на себе этого никак, я только радость испытываю от того, что я в этом совете нахожусь и что я имею возможность с великими людьми, с великими творцами общаться. И черпать у них вдохновение. Вот когда сюда приезжаете после вот таких встреч, какие-то появляются новые идеи? Дело в том, что я могу говорить о проблемах, которые есть у нас в регионе, например. Но это проблемы те, с которыми я лично сталкиваюсь. Сначала как директор школы, когда я работала в школе. И имея хороший большой опыт в качестве руководителя, я могла очень доказательно рассказывать о том, что можно, а что нельзя менять в законодательстве относительно художественного образования. Сейчас я получила определенный опыт как директор филармонии. Это совершенно другое дело. И здесь у меня тоже масса вопросов, например, о том, для чего в филармонии нужно работать по 44-му закону, когда это основная деятельность концертная. И там есть масса нюансов, которые, на мой взгляд, кажутся просто нерациональными. И вообще это влечет за собой не совсем рациональное использование средств бюджетных в итоге. То есть результаты все равно есть? Да, результаты не могут не быть. Во-первых, я напитываюсь тем духом, который вообще витает в залах заседания, где проходят эти советы. Потому что там потомки Льва Николаевича Толстого, великие режиссеры, великие артисты. И вот от них понимаешь, что это люди, которые без остатка слушают своему делу, и это неосознанно тебе передается в том числе. Ну вот мы говорили, что все равно учреждение культуры, оно не может выжить без помощи государства, да? Ну а в свою очередь, может быть, представитель, так чиновник вам скажет, да ну зарабатывайте, ведь можно же зарабатывать концертной деятельностью. Мне лично было бы неинтересно заниматься только концертным агентством, потому что вот все-таки мы производим, ну извините за такие слова, великий продукт, художественный продукт. Я не люблю выражаться таким языком, но тем не менее он почему-то сейчас во всех документах имеет место быть. Вот, и мы создали в этом году художественный совет. Филармонии. Филармонии, да. Художественный совет, который непосредственно занимается созданием новых программ, воплощает новые идеи. И вот какие бы между людьми ни были отношения, как в любом коллективе, какая-то звезда светит ярче, какая-то тоньше, тем не менее, когда вот мы объединяемся в обсуждениях и видим, какой будет конечный результат, мы настолько охвачены таким рвением и желанием творить дальше, и вот это очень большой двигатель вперед. Вот, например, у нас была недавно программа, я раскрою некоторые секреты, если вы хотите, посвященная Всемирному дню танго. Мы эту программу переделывали раза четыре, уже на генеральной репетиции даже пришлось снять некоторые номера, потому что они были хорошими, но они не совсем вписались в структуру самого концерта. И, вы знаете, такой был резонанс хороший после этого концерта. Мы видели счастливые глаза людей. Ни одного человека не было, который ушел бы после первого отделения. Вот, и первое отделение мы построили на музыке танго, которая вот только зарождалась, а второе уже более современная музыка, где, естественно, звучал пьецола. Вот, и мы видели, как вот эта работа художественного совета принесла, вот он близкий, конкретный результат. Но это, конечно, не может не радовать и не может не вдохновлять. Так что говорить о погоне за рейтингами, чтобы привлечь зрителей, это все-таки не сюда, не к филармонии. Немножко другие принципы построения, наверное, работы должны быть. Конечно, потому что мы не можем все-таки растерять тот багаж профессиональный, который есть у наших артистов, и самое главное, что вот артист, это же живая, живой космос, потому что вот от того, какие, какое у него состояние внутреннее, имеет ли он признание, хорошо ли ему в том коллективе, в каком он работает, он ведь начинает по-другому петь, играть и вообще ощущать себя. Для меня, например, колоссальные метаморфозы произошли за год с Игорем Валерьевичем Перфилиевым, потому что я его ценила всегда как певца с уникальным тембром голоса, с высокой культурой пения, но сейчас я вижу, что он какие-то делает проекты, какие-то концертные программы, которые вообще заставляют думать о очень глубоком о чем-то. Недавно он себя вообще показал как оперный певец, и у меня такая прошла аналогия, это Федор Шаляпин, вот так вот раз прошло в голове вот это сочетание, потому что, ну, человек задышал легко, как говорится, Лариса Ивановна тоже, но я думаю, что это, конечно, не только от атмосферы, это люди прошли определенный жизненный путь, они научились многому, какая-то происходит внутренняя переоценка, может быть, ценностей, новый взгляд на жизнь под новым углом зрения, и вот это все в творчестве отражается, это здорово. Да, я, в общем-то, к тому веду, что у меня вот та миссия филармонии, классической филармонии, да, вы ее очень так вот целенаправленно, упрямо, я бы сказала, по-хорошему, все-таки держите, ведете, не идете на поводу тех же самых рейтингов, которые я упоминала, и вот это важно, наверное. Это очень важно, и я могу сказать, что все-таки... Несмотря на то, что зал всего 300 мест, тем не менее, вы понимаете, там, каждый зритель должен понимать, зачем он туда приходит. Да, да, и мы это понимаем, потому что мы не можем быть нечестными, мы не можем быть непрофессионалами, и я хочу сказать, что зритель у нас очень умный. Вот в прошлом сезоне, в 2014 году, к нам приезжал уникальный квартет имени Давида Остраха с очень сложной программой. В первом отделении был квартет Равелли, во втором квартет Григо. Это музыка, в общем-то, для профессионалов. Я в зале не видела так много музыкантов, но полный был зал людей, и вы знаете, от того, что это исполнялось все на высочайшем уровне, музыканты просто рвали сердце и душу и очищали, и ты снова влюбляешься в Григо, снова влюбляешься в Равелли. И публика, конечно, целый концерт был в зале, никто не покинул свое место. И вот на эти жанры, камерные жанры, которые исполняют, в общем-то, не по псу, извините меня за такое грубое слово, публика наша ходит. И недавно у нас осенью был концерт, посвященный ультрасовременной музыке, мифологии он назывался, тоже московские инструментальные ансамбли привозил. То есть кому-то это даже сложно музыкой назвать. И вот когда кто-то из знакомых мне задает вопрос, что это вообще набор звуков, как вы это можете привозить и слушать, но я в таких случаях говорю, вы просто отдайтесь энергии звука и включите свое воображение. И тогда картинка поменяется. Не надо что-то понимать конкретно в такой музыке. То есть это уже такой вид искусства, который не является фотографическим, как, например, раньше живопись, потому что не существовало фотоаппарата и кинокамеры. И люди должны были запечатлеть историю в своем конкретном рисунке, пейзаже, портрете и так далее. А здесь это уже музыка образов, музыка мыслей, музыка впечатлений. Много громких слов о важности культуры в маленьких провинциальных городах. В общем, небольшой у нас город, губерния. И вот важно, чтобы были такой вот остров, такой центр именно классической музыки, наверное. У людей должен быть выбор во всем. Так, как и в музыке, как и в гастрономии, в политике, где угодно, человек должен иметь выбор. И мы счастливы, когда этот выбор падает на нас. И мы все делаем для того, чтобы человек, вот только переступив порог камерного зала, почувствовал, что он нужен здесь. И мы стараемся это делать. Мы любим каждого. Что грандиозного в планах поморской филармонии на ближайшее время? Это гастроли, гости или новые проекты? У нас, я вот не сказала о том, что у нас очень интересный появился новый проект, совместный проект с Краеведческим музеем, филармонический салон, гостиный двор. Мы хотим воссоздать атмосферу XIX века, атмосферу салонов XIX века в дворянских домах. И там звучит очень приятная камерная музыка. Это воскресные концерты в последние воскресенья месяца. Ближайший концерт, правда, будет только 13 января под Старый Новый Год, романсы под Старый Новый Год. И мы с удивлением наблюдаем вот это о том, что такое классическая музыка сейчас в нашем городе. Полные залы. То есть с первого концерта, у нас уже прошло 4 концерта, зал полностью занят, и все удивляются. И Краеведческий музей удивляется, как сразу этот проект прошел. Это все говорит о том, что людям это нужно. Это необходимо. Ну а из грандиозных проектов я могу сказать, что мы, конечно, работаем над тем, чтобы слиться с камерным оркестром. Все-таки мы, и Владимир Михайлович Ануфриев, и я, и Министерство культуры, они уже давно пришли к пониманию, к осознанию того, что в филармонии должен быть такой оркестр. Но есть разного рода проблемы, касающиеся, в первую очередь, бюджета, помещений для репетиции, потому что невозможно соединяться, не учитывая все эти вещи. Но я знаю, что тогда филармония выйдет еще на более высокий уровень, на новый виток своей орбиты, когда у нас будет такой серьезный коллектив в штате. Ну и, конечно, Год культуры заканчивается традиционным новогодним концертом, где 40 человек симфонический оркестр грянет со сцены кирхи. Да, грянет чудесную музыку. Уже на 31-й билетов нет на вчерашний день, насколько я знаю, поэтому успевайте эту же программу посмотреть 30 декабря. Вас ждут сюрпризы, я не буду сейчас об этом рассказывать, но каждый год, я считаю, что у нас программа становится все интереснее, все динамичнее, и в этот раз тоже много будет интересных произведений звучать с новым дирижером Борисом Михайловичем Мацугорой. Так что, милости просим. Есть такой дом в Архангельске, не забывайте, что есть такой дом. Дом классической музыки, это наш камерный зал, наша кирха. Спасибо. В студии была Вероника Яничек, заслуженный работник культуры Российской Федерации, директор Поморской государственной филармонии, член Совета по культуре и искусству при президенте Российской Федерации. Я присоединюсь, пожалуй, к пожеланию, что в России завершается год культуры, но есть надежда, что следующие годы станут его продолжением, и начнется век культуры в Российской Федерации. Вот такие дела. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова